Привет! Меня зовут Екатерина Попова-Гамаюн. Я художник, дизайнер и немножечко фантазёрка. Каждый год я пишу себе такую символическую карту года. Моё представление, предсказание, ощущение, предчувствие года. Обычно оно выражается в какой-то визуальной форме и в такой прозаической, поэтической. Но этот год не стал исключением, естественно. Я тоже начала писать. Вот такой нарисовался бычок у меня прекраснейший такой. Какой-то, мне кажется, очень умудрённый опытом жизненным, очень такой умный бычок. И это не случайно, потому что 11 февраля начинается год быка. А астрономический год, как известно, вообще начнётся в марте. Поэтому ещё есть время дописать, додумать. А сейчас я хочу просто рассказать вообще о каких мыслях я начала рисовать, что у меня возникло, что закружилось в голове, о чём подумалось, и поделиться этим с вами. Итак, вообще из чего же выстраиваться эта карта года, это моё представление? Конечно, первое – это из того, что диктует ум. А ум говорит о том, что приходит из внешнего мира, это новости, это то, что творится в мире, это то, о чём говорят на улице, о чём говорят наши друзья, все эти тревоги, переживания. И, конечно, если всё это немножечко на себе структурировать и выложить из этого, анализировать какую-то картину того, что нас ждёт, она такая не очень симпатичная, не то, что даже симпатичная, не очень оптимистичная. Вторая часть – это мой разум, который всё дополняет, объясняет и говорит, ну, наверное, это нужно для того, чтобы человечество через что-то прошло, чтобы ты что-то прошла и поняла. И он как бы смягчает, нивелирует какие-то острые углы в представлении ума об этом годе. И есть ещё одна часть, ну, как сказать, меня, это мистериальная, потому что мне очень нравится думать, что этот мир – это не просто вот такая планета Земля, где живут люди, которые плодятся, размножаются, едят, делают разные вещи, и потом умирают, рождаются, умирают. Это всё намного скучно. А я представляю, что на этой Земле воплотились очень разные души, с разных планет, и среди них есть и души богов, и души героев, и, конечно, и такие примитивные создания. Но мир огромен, прекрасен, интересен, и очень интересно путешествовать и встречать разных людей. И какое счастье, когда встречаешь какого-то необыкновенного человека, необыкновенную душу, которая воплотилась в этом человеке, и уже начинаешь путешествовать по этому человеку, как по планете. И, конечно, мистериальная карта года, она удивительна. Есть ещё моя фантазия, которая всё дорисовывает, приукрашивает и делает эту картину такой весёлой, удивительной, симпатичной и немножечко наивной, потому что я в душе такой ребёнок. И, конечно, я в своей картине постараюсь собрать, объединить всю эту мозаику всех-всех-всех представлений. Но когда я начала писать, я задумалась о том, а каждый ли видит свой год так же, как я? Ну, конечно, нет. Это абсолютно у каждого из нас своё представление, своё видение и мира этого года, и события, которые грядут. И всем нам только кажется, что мы живём вообще в одном едином мире. На самом деле каждый живёт в своём мире, иногда этими даже не соприкасаются, да, то есть мы иногда вообще живём в параллельных каких-то мирах, можно сказать. Но всех нас объединяет то, что всё-таки мы все собрались на планете Земля, и это наш такой общий корабль, большой, космический, который несётся куда-то к звёздам, в дальние дали. И иногда вот я думаю о том, что, возможно, вот на этот большой корабль мы прибыли не просто так, а с какой-то миссией. И вот наши костюмы в том, что мы есть, это наши такие скафандры защитные. И каждый из нас выглядит очень по-разному, но чаще всего по мере жизни всё равно внутреннее проявляется. Когда я об этом думаю, я понимаю, что всё намного интереснее. Зачем я пришла на эту Землю? Какова моя миссия? Что я должна сделать, что не сделать? И когда я об этом думаю, я понимаю, что, во-первых, моё время, как время каждого из вас, ограничено этой Земле. Чётко есть некий временной отрезок, за который мы должны прийти, адаптироваться, научиться ориентироваться в этом мире, научиться общаться с представителями человеческой цивилизации, и не только с представителями других рас и других миров. И вспомнить, не забыть, да, а зачем мы здесь? Потому что по мере путешествия, знаете ли, у некоторых возникают проблемы в памяти, и мы настолько погружаемся в суету этого мира, что забываем, что на самом деле у кого-то исследовательская деятельность, у кого-то что-то перенести, что-то рассказать людям, чем-то поделиться каким-то опытом, у кого-то просто вот понять, что вот такой есть мир. Ну, у каждого своё. Но в любом случае, у каждого своя жизнь, она интересная, она познавательная. Ты прекрасная планета, на этом корабле. И самое главное, что мы все должны помнить, конечно, о том, что не навреди ни себе, ни другим, ни этой Земле, ничего не изгадь, не испорти. Постарайся как-то созидательно провести время твоего воплощения. И радуйся, конечно, всему хорошему, прекрасному, что приходит, что случается и что ещё ждёт. И если что-то случается такое, очень приятно, да, просто сказать, ну, неужели? Всякое бывает. Не цепляться за страхи, за вот эти все тревоги, за какие-то потери. Ну, всё может быть, в путешествии всё случается. Всё-таки держать внутренний оптимизм, смотреть на мир и на жизнь, как ребёнок смотрит, с открытым сердцем, с открытыми глазами, с открытой душой. И забывать самое плохое, самое ужасное, и стараться забывать, не держать это в памяти. Потому что, ну, просто, реально, наше пребывание на Земле такое короткое, что тратить время на не пойми что, особенно на страхе, что ты умрёшь когда-то, или ты там, ой, есть, я заболею. Ну, все мы постоянно болеем, ну, что теперь делать? Это было бы странно, если бы мы здесь не болели. Это было бы удивительно, конечно. Вот, но зато какие впечатления, да, мы срываем, здесь получаем от этого мира. Этого стоит всё это, все эти мучения, так сказать. Но, что могу ещё рассказать? То, что мы в пути. Я в пути, и вы в пути. И Земля в пути тоже, потому что она эволюционирует, а может, не эволюционирует вместе с нами, по крайней мере. Ей тоже приходится немножечко приспосабливаться к нам и к тому, что человечество творит с ней. И что будет дальше? Мои карты, карты моего представления, они во мне. И я решила, что, так как их очень много, они разные, вот я постараюсь в этой работе объединить и рассказать о том, что, как я думаю, что нас ожидает. Но хочу с вами периодически делиться ими и посвящать им отдельные какие-то маленькие мои выходы, вот как этот, и рассказывать. Так что, если вам будет интересно, следите за моим творчеством, поддерживайте меня, приобретайте мои работы. Продолжу рисовать. Через некоторое время встретимся, я расскажу об этом удивительном годе, который нас ждет. Спасибо всем, пока и до новых встреч!